Всем жаркий летний привет! Это программа Альва Матер и мы, Лена Хроменкова и Миша Коробицкий. Пока вы обалдеете на каникулах, мы подготовили для вас столько интересностей. Так что не будем тянуть, оставайтесь с нами и узнаете. Какие профессии выбирают выпускники девятых классов о вступительной кампании в СУЗах, расскажем через пару минут. Дизайн, блогинг, 3D-моделирование. Бобрусские школьники осваивают профессии будущего. У кого подвешен язык? Альва Матер провела новый эксперимент. Почти завершил исчисление на бюджет вуза. В этом году БРУ самым популярным оказалась специальность транспортная логистика. В МГУ имени Кулешова самый большой конкурс на специальность иностранной языки. Больше 5 человек на место. А как обстоят дела со вступительной кампанией в средне-специальные учебные учреждения? Подробнее в нашем сюжете. Вопускники девятиклассники стоят перед выбором. Продолжить учебу в школе или поступать, чтобы скорее начать зарабатывать. Для тех, кто выбрал второй вариант, Альва Матер делает свой обзор профессии. Так, вперед! В этом году условия приема в учреждения профессионально-технического образования не изменились. Почти везде зачисления по конкурсу среднего балла аттестата. Предлагают на выбор 75 рабочих профессий. Для учащихся, которые обучаются на основе общего базового образования, то есть после девяти классов, будет возможность в соответствии с учебными планами освоить сразу две и три профессии. В этом году чаще подают документы на машиниста автомобильного крана, водителя международных перевозок, повара, кондитера и электромонтера. Больше 80 заявок на целевую подготовку специалистов подали организации. Я выбрал специальность теплотехник, техни-теплотехник. Выбрал, потому что тут очень хорошие условия. И мне эта специальность понравилась. И тут распределение очень хорошее. То есть я по-любому попаду на работу и пойду дальше поступать в институт. Денис Саражук занимается отделкой фойе. Парень доволен, что пошел поступать после девятого класса. Денис уже окончил лицей, получил распределение и теперь самостоятельно зарабатывает. Условия дали всю житию, заплаты нормальные. Я тут делаю, ну, уравниваю стены, облицовку, все нравится. В этом году несколько могилевских учреждений объединились. Политехнический колледж и лицей машиностроения. А еще технологический колледж и профессиональный лицей номер 10. Что хорошего в этом объединении? Выпускники 10-го лицея имеют теперь хорошую возможность продлить свое образование в нашем колледже на второй ступени. По двум специальностям на бюджетной основе. Это технология пищевых производств с рабочей профессией кондитер, либо булочных изделий. А также производство продукций, организация общественного питания с рабочей профессией повара. Поступать в Могилевский медицинский колледж едут ребята со всей республики. Подать документы сюда можно только окончив 11 классов. Всего планируют набрать 255 человек. Конкурс на специальности «Сестринское дело» и «Лечебное дело» больше двух человек на место. Традиционная самопопулярная «Фармация» — 6 человек на место. Неудивительно, ведь у выпускников этой специальности есть возможность поступить на заочный вуз и получить профессию провизора. Я приехал из Пинского района, поступаю по целевому направлению на «Фармацию». Давно хотел, мечтал о этой профессии, и она мне очень нравится, так как изучать нужно многих химий. Я химию люблю. Бюджетных мест на «Фармацию» — 30, на «Сестринское дело» — 75 мест, и на «Лечебное дело» — 30 мест. И есть около 60%, не около, а 60% мест для целевой подготовки. Времени сделать выбор осталось немного. Прием документов в большинстве учреждений продолжится до 20-24 августа. А вот бобруйские школьники, которым до статуса абитуриента еще как до луны, проводят эти каникулы в необычном лагере, где осваивают профессии будущего. Этому не учат в школе. Ребята создают проекты вещей, которые не найдешь в магазинах. Но в будущем именно эти вещи облегчат нам жизнь. Наш корреспондент Надежда Мешкевич побывала в Бобруйске и своими глазами увидела проекты будущего. Даже во время каникул бобруйские школьники хотят учиться. Еще бы! 3D-моделирование, дизайн, блогинг, создание компьютерных игр — все эти дисциплины школьники изучают здесь, в Бобруйском антикафе. Почти год здесь работает Центр инновационного творчества для детей и взрослых. Инициатором создания креативной площадки стал один из бобруйских инженеров-исследователей. Здесь бобруйщане занимаются техническим творчеством и реализуют свои проекты. Сначала мы попробовали со взрослыми поработать по этому направлению. В течение учебного года были разные образовательные встречи, презентационные встречи, где мы показывали жителям Бобруйска 3D-принтер, что это уже не будущее, что это есть уже здесь, сегодня. А на летних каникулах здесь открыли лагерь профессии будущего. С помощью специалистов школьники осваивают дизайн, блогинг, моделирование, разработку игр, программирование, 3D-печать и робототехнику. 15% людей на планете страдают аллергией, и поэтому они не могут заводить себе домашнего питомца. И они могут, получается, купить робокотов, робопсов, но я придумал более уникального питомца — рободракончика. Ребята стараются придумывать проекты, которые не просто развлекают, а решают какую-то проблему. Яна, например, разрабатывает трехмерную модель устройства для очков. Я сама близорукая, и в школе сталкиваюсь с такой проблемой, как когда смотрю на доску, мне надо одевать очки, а когда смотрю на тетрадку, чтобы там писать, мне надо опять одеть очки. И это очень нудно и раздражает. Приспособление Simple Eye поможет автоматически поднимать и опускать очки в зависимости от положения головы. У ребят в школе нет таких возможностей настолько широко или глубоко изучить данный продукт, допустим, поработать в каких-то трехмерных пакетах. Для 3D-графика нужен такой основательный подход и хорошая такая материальная база. Среди технических задумок ребят – робот-питомец, инновационный шкаф, который сам гладит и стирает, робот-домохозяйка, экологически чистая посуда. Эти проекты школьники потом презентуют и пробуют найти инвесторов. Наша задача – не ставить их в какие-то рамки. То есть если вот мы видим иногда, и нам, взрослым, кажется, что это невозможно, это нереально, и, наверное, что-то уже подобное есть. Зачем придумать робота, который моет посуду, если есть посудомоечная машина, но при этом они должны сами попробовать, сами посмотреть, сами найти какое-то решение. Это очень важно. На очереди открытие творческой лаборатории, где каждый бобруйчанин сможет своими руками создать 3D-принтер, чтобы распечатывать на нем модели своих проектов. Умный студент всегда знает, когда включить дурака, но порой в глупое положение она ставит слова, которые просто сложно выговорить. Альма Матер провела эксперимент, где мы предложили прохожим выговориться. Ну, а точнее, выговорить трудновоговариваемые слова. Хм, неплохо, Елена. А как справятся наши могилевчане? Давай посмотрим. У меня хорошая новость для тех, кто хочет говорить красиво и правильно. Врачи и логопеды нашли слово, которое скорректирует вашу речь. Это слово «бесперспективняк». Кстати, к ряду положительных слов еще отнесли дефибриллятор, рефрижератор. Слушай, Серков, ты мне мешаешь начитывать стендап? Что ты там помнишь? Ни сквозь, ни сквозь. Вот, кстати, и вам пример. Я говорю слова, и я бы вместо лица Смирновой давно бы уже записал свой стендап. Ты плохо говоришь слова. Вообще не знаю, как тебя взяли на телевидение работать. Я могу поспорить с тобой сейчас. Давай, поспорим. Я думаю, что я выговорю потрясающе все тяжело выговариваемые слова. И найду еще 10 человек, которые тоже потрясающе выговорят. Да, давай. Спорим? Теперь уж точно спорим. На морожка. На морожка. Здравствуйте, девушка. Давайте с вами учиться говорить правильно. Вот вам слова. Фантасмагоритический, идентификационный. А это сильно вы нам сложные какие-то слова. А, идентификационные. Без перспективняк. Без перспективняк. Это реноларинголог. Это реноларинголог. Реноларинголог. Энентификационный. Еще раз. Энентификационный. Фантасмагогрический. Атариноларинголог. Без перспективняк. Без перспективняк. Без перспективняк. Логответ Серков, здравствуйте. Я поспорил с девушкой на то, что сейчас я встречу прохожих. И они правильно четко произнесут тяжело выговариваемые слова. Нет, вы говорите. Серьезно. Вон девушка. Я с ней проспорил. Дезоксири бонуклеиновые. Может быть. Хорошо. Давай тебе другое слово. Ты смотришь фильмы? Вот давай выговорим. Бенедикт Кемпербитч. Бенедикт Кемпербитч. Рефрижератор. Рефрижератор. Дефибриллятор. Дефибриллятор. Неивство вставать. Неивство вставать. Рефрижератор. Рефрижератор. Легкое слово. Дефибриллятор. Дефибриллятор. Вот это сложно. Плохо скоординированный Венцеслав Венгражановский. Плохо скоординированный Венчеслав Венгражановский. Рома, скажи слово голубь Голубь 1-0 Скажи слово собака Молодец Кошка 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 Молодец Вкусно? Очень Приятного аппетита Спасибо На самом деле я просто знала, что этот спор Мишин просто без перспектив О, о, все, заговорилось, товарищ Ну, будьте любезны, как говорится, по-честному По-честному На самом деле не знаю, что там о себе думают врачи-логопеды Но просто ежедневные тренировки помогут вам говорить правильно Я уеду жить в лагерь Может быть и вожатый Я уеду туда, где меня ждет еда Может быть навсегда Ага, так ты едешь туда детей развлекать Или за хорошим питанием? Я буду совмещать Ты же знаешь Сытый вожатый, добрый вожатый Да уж, не поспоришь Кстати, за два месяца лета В лагерях Могилевской области Прошли оздоровление более 37 тысяч детей Так это целая армия В лагерь своего детства Отправился и наш корреспондент Миша Серков На одного ребенка стало больше Добро пожаловать Детский лагерь Родник под Шкловом принимает третью смену В этом году здесь всю власть отдали детям Те только обрадовались самоуправлению Назвали лагерь Радужной Республикой И даже назначили своего президента Хочется сказать, что министр спорта Ответил седьмой и восьмой отряд Который спит на зарядке Мэром городов Приготовиться к сдаче рапортов Наш город Небо Небо ярко синий цвет Вам атлета шлет привет Спортплощадка не пустует Утром зарядка А дальше соревнования по волейболу Пионерболу и шахмату В футбольном матче сошлись воспитатели И сборная старших отрядов Мы за первый За первый отряд? Да Потому что это взрослых больше И они лучше играют Кормят в лагере аж пять раз в день Поэтому родительских сумок с продуктами дети не ждут Самое вкусное это котлеты и картошка Приятного аппетита! Здоровое питание, свежий воздух, фирменная дискотека И конечно живое общение На интернет здесь просто нет времени За смену в лагере оздоравливается в среднем 250 детей За все лето это тысячи ребят и девчонок Эй мальчик Кто я? Из какого ты отряда? Из третьего я Вы же вожатый? Да, да Здравствуйте Покажите свой отряд Пойдемте, пройдемте Пишите на подушках что-нибудь? Нет И мы не писали За 30 лет в лагере родник побывало примерно 30 тысяч ребят Лично у меня здесь появились настоящие друзья Первое выступление перед публикой Первые спортивные достижения И даже первая влюбленность Вот этой фотографии в следующем году будет 20 лет Я вернулся сюда в качестве журналиста И попытаюсь создать ту же фотографию Те же ели, те же сосны Ребята уже другие Но все же Фотографируемся Ура! Мы ждем вас в Альма-Матер каждые две недели На Беларусь 4 могилев И конечно заходите в нашу группу ВКонтакте Увидимся Пока-пока Пока, котики Патти-мейкер Шейкер-шейкер Патти-мейкер Шейкер-шейкер Альма-Матер загринула Загринула она Загринула она Ну что делать? Грель Я уеду туда, где меня ждет еда Может быть навсегда Да-да-да-да Скатерти дорожку Редактор субтитров А.Семкин